В мире насчитывается почти 11 тысяч видов птиц. Однако только редкие из них представляют опасность для человека. Но когда-то на земле существовали хищные птицы, для которых человек был частью повседневного меню. Лептоптилос Большая нелетающая птица из рода Марабу, которая обитала на индонезийском острове Флорес примерно 12 тысяч лет назад. Рост этих птиц доходил почти до 2 метров, а масса могла превышать 16 килограммов. Ну и что? Птица, пусть и крупная, примерно размером с современного страуса, но точно не гигантская. Какую угрозу она могла представлять для человека? Для современного взрослого человека лептоптилосы не могли представлять опасности. Однако хищные птицы жили в одно время с так называемым флоресским человеком. Это был такой карликовый вид людей, чей рост едва превышал 1 метр. Лептоптилосы были гораздо крупнее и сильнее флореских людей, так что скорее всего эти птицы охотились на наших вымерших родичей. Косвенно на это указывают останки лептоптилоса и флоресского человека, найденные в одной пещере. Другой потенциальный людоед Титанис Валери. Это была громадная нелетающая птица ростом по 2,5 метра, чья масса достигала 150 килограммов. У Титаниса был огромный тяжелый клюв, которым он легко мог ломать хребет большим животным и дробить кости. Вероятно, жертвами хищника становились многочисленные виды грызунов и средних размеров копытные. Титанисы обитали в Северной Америке, однако нельзя доподлинно сказать, застали ли хищные птицы приход человека. Если застали, то очень вероятно, что люди могли быть объектами охоты титанисов. Хищники могли прятаться в густых зарослях, устраивая засады на одиноких людей. Побороть взрослого человека и тем более подростка хищным птицам вполне было по силам. Лептоптилосы и титанисы вымерли тысячелетия назад, а вот орел хааста обитал в историческое время. Вероятно, последние представители этого вида жили в Новой Зеландии еще в 15 веке. Это была здоровенная птица массой до 14 килограммов и размахом крыльев более 2,5 метров. Такие впечатляющие габариты позволяли орлу охотиться на любых крупных животных, в том числе на различные виды нелетающих птиц Моа, некоторые из которых достигали огромных размеров. А что насчет человека? Вероятно, орел промышлял о человечиной. Во всяком случае, фольклор аборигенов Новой Зеландии запечатлел эту птицу как кровожадного людоеда. В наше время на людей изредка нападают клинохвостый орел, беркут и боевой орел, так что мешало орлу хааста, который был крупнее своих современных родичей, охотиться на человека. Что ж, теперь вы знаете, какие птицы в далекой древности обедали людьми. О других интересных фактах из мира науки и диких животных вы можете прочитать в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, я очень нуждаюсь в вашей поддержке.